Доброго времени суток, дорогие наши гости! С вами программа «Всё о Германии». И сегодня у нас в гостях дебют, сразу не на поле, а в студии. И приветствуем нового капитана, нового коллектива Боруссии Доротмунд Погдан. И игрок Боруссии, верно, да, Егор? Очень приятно. Взаимно. Ладно, давайте об ожиданиях ваших. С какой целью приходите, какие у вас вообще задачи на этот сезон? Цели у нас какие? Поиграть в футбол. Если получится, как бы можно и где-нибудь вверху турнирной таблицы оказаться. Будем надеяться, будем играть. А коллектив команды – это друзья, знакомые? Да, в основном это друзья. Все с одного района. Все с одного района, с одного двора. Как бы играли вместе с детства и сейчас на более высокий уровень поднялись. Я понял вас. То есть, получается, нет такого, да, что кто-то в команде такой, ну, кого-то позвали только ради усиления там или… Есть один человек, у нас игрок, как бы мы с ним познакомились в Вильяреале еще и вот забрали его к нам. Ну, мы с ним не дружите, да? Ну, так и не дружим просто. Не дружите, да, просто играть. Да, играем просто. Ну, хорошо, как мы поняли, вы пришли играть в удовольствие, а там как пойдет и если, как говорится, пойдет… Ну, не проигрывать в удовольствие. Ну, да, желательно не проигрывать. Проигрывать – это сомнительное удовольствие всегда. Ну, давай тогда начну рассказывать по матчам тура. Вы там, слушайте, где-то что-то, если хотите, добавите. Да, давай. Ну, поехали. Первый матч 10-го тура. Кёльн-Айнтрахт 1-4. Ну, что-то можно сказать, если вкратце пробежимся. Кёльн собрал не лучший состав, хотя у них была одна замена, но таким составом, конечно, рассчитывать на какой-то результат в чемпионате. Кёльн, я вижу, повыше в турнирной таблице. Кёльн-Айнтрахт 1-го в чемпионата на данный момент. Лучший бомбардир, один из лучших ассистентов и лучший по системе гол плюс пас. Он забил 4 мяча в этой игре. Ну, а как складывалась ситуация на поле? Гройтер Фюрт смотрели эту игру, они забили сразу же 4 гола. Потом Ганза включилась, забила 3 и под конец, насколько я помню, Гройтер уже все-таки добил Ганзу. Ну, если смотрел, можно поделиться. Ну, как сказать, матч хороший, у Гройтера очень хорошее нападение. В центре поля нехорошо мяч держит. Ну, и, конечно, сказывается, что у них нападающий забивает очень много. Ну, уже есть мысли, да, как с ними играть? Есть мысли, есть заготовки. Будем играть, перекрывать все, что можно. Я думаю, Гройтера ждет непростая игра. Ну, как и в этом туре, хотя поначалу могла бы такое казаться. Егор, скажи мне, а ты на кой позиции играешь? Нападение. Нападение. Ну, давай с тобой такой небольшой пари заключим. Ну, я тебя сначала спрошу, ты в игре с Гройтер Фюртом забьешь больше, чем Александр? Нам? Ну, я надеюсь, не вам. Да? Да, больше Саши Хмарнова. Ну, так вот, для Астраски, как говорится, добавим немножко огня этой игре интриги. Вот Егор говорит, что забьет больше Саши Хмарнова в этой игре, а что получится, увидим. Переходим дальше. Ганновер Хофенхайм. Ну, что здесь можно сказать? Ганновер настраивался на эту игру, Хофенхайм подходил к этой игре. Они привезли хороший состав, насколько я видел, но не принимали участие два человека, удаленные в предыдущей игре. И главная потеря, это, конечно, капитан Саша Уваров, хотя он был с командой, как мог ее заряжал своей энергией, но на поле он не смог помочь в этой игре. Но все равно Хофенхайм добился достаточно уверенной победы, 3-1. Хофенхайм продолжает преследовать лидирующую группу. Ну, а Ганновер? Ну, в определенной мере, конечно, они дали бой Хофенхайму, но от Ганновера мы ждем большего. Дальше у нас Шальке Унион. Опять же, Шальке, я вот сейчас подготовился немного к эфиру, почитал принципиального исторического соперника Боруссии. Это команда Шальке. Да, мы знаем. Ну, если мы посмотрим на турнирную таблицу, у Шальки пока дела не очень складываются. В принципе, если бы мы заходили как бы с нуля, то Шальке было бы повыше нас. Повыше вас, да. Но вот зашли, так это зашли, но это как бы система в лиге такая существует, место последней снявшейся команды. Так что определенный задел есть, как говорится, для раскачки, да, вам? И можете и туда, и туда угодить. Интрига интересна. Лучше, конечно, наверх. Ну, я думаю, если у вас и будет принципиальное соперничество с Шальке по этой лиге, я очень надеюсь, что все-таки оно будет где-то повыше, чем на дне турнирной таблицы. Я даже надеюсь. А так пока 2-7, победа Униона. Ну, что я могу сказать? У Шальки приехал, ну, там играл мой хороший знакомый, очень сильный игрок. Он забил два гола, но я, честно, в этой игре намного больше ждал от Шальки. Униона в воротах стоял, насколько я видел, полевой игрок. Да. Смотрю. А Егор у нас, оказывается, тоже специалист такой по Германии небольшой. Ты смотрел, да, игру? Да, то, что у них либо вратарь, походу, не приехал, потому что было видно то, что вратарь стоял полевой. Ну, в футболке, в манишке, насколько я понимаю, стоял. Да, и без перчаток был, без силы был. А ты смотрел прям игру, видел, да, там? Ну, нарезал, обзор, обзор. А, обзор видел, да, ну, что можешь сказать, потому что я вообще не видел. Ну, у Юниона левый фланг очень быстрый. Это было заметно по четвертому номеру. То, что он именно атаковал, бегал туда-сюда. То есть, и был спереди, и возвращался назад все время при атаках. Ну, я могу сказать про Унион, что это достаточно ровный коллектив, где нет такого ярко выраженного лидера. И они берут именно командную игру, у них хорошее взаимодействие в центре поля. Ну, а Шальки, Шальки пока еще в процессе постройки. У них был синдикат своеобразный из старой команды Шальки и команды из ЛФЛ. Там пришли несколько человек, а они пока сыгрываются, притираются. Пока не очень получается, но, я думаю, все впереди у Шальки. И последняя игра десятого тура – это Фортуна-Штутгарт 2-3. Ну, Штутгарт был безоговорочным фаворитом, как и, наверное, перед любой игрой он будет в Германии фаворитом. Но Фортуна, как мы видим, дала бой. Бой хороший, счет 2-3. Это говорит о том, что любой из наших матчей может пройти с равной борьбой, накалом. И, как мы видим, счет почти туда-сюда, и ничья могла быть. Ну, таким получился 10-й тур. Не будем останавливаться. Штутгарт уверенно возглавляет. А Фортуна… Фортуна, судя по турниру на таблице, дала хороший бой, потому что Штутгарт на первом, а Фортуна ниже, если я не ошибаюсь, на восьмом месте. Да, ты думаешь, они не настроили Штутгарт, да? Ну, я думаю, Штутгарт просто недооценил их, и немножко так, а потом, поскольку пора на первом месте, думаю, они опытные все собрались. Ну, знаешь, как я тебе скажу, у Штутгарта состав был не прям такие вот самые лучшие, далеко не самые лучшие, но у них даже не лучший состав, это хороший боевой состав, да? У них такой же примерно состав, насколько я знаю, приехал на Гройтерфюрт, и тогда была ничья. Да, очень много разговоров после этой игры, единственная потеря очков, очень много разговоров по поводу этой игры между участниками этого матча, они ждут ответ на игры Штутгарт, и, ну, по мыслям Штутгарта, то, что, ну, Андрея Грушина, то, что он привезет сильный состав, и у Гройтерфюрта там, ну, шансов будет немного. По мысли Гройтерфюрта, они также могут успешно, ну, и в ответной игре дать бой Штутгарт, и отнять у них очки, и даже выиграть. Как бы мы можем и ту, и другую сторону рассматривать, но объективно нам покажет уже ответ на игра Фортуна, они молодцы. После игры ко мне подходил игрок их команды и капитан, они были недовольны судейством, я так и не понял, все игры или какого-то отдельного момента, потому что они мне говорили про отдельный момент, когда судья там поставил им штрафной в конце игры, с которой Штутгарт забил гол, насколько я понял. Но результат мы видим по таблице, еще раз Фортуна молодцы, ну, а Штутгарт... С победой. Наверное, да, там с победой, со скрипом, но выиграли. Так что вот такую таблицу перед вашими глазами есть, уважаемые участники, гости, любители немецкой бундеслиги любительской, вы можете посмотреть таблицу на сайте или в группе у нас в ВКонтакте, ну, что можем сказать? У вас ближайший матч с Гройтерфюртом, у них игра в запасе и отрыв 4 очка. Если вы выигрываете в этой игре, сразу сокращается отрыв, и, ну, есть вариант уйти в лидирующую группу, так называемую, там, из 5-6 команд. Если вы проигрываете, сразу, получается, вас могут догнать и Кёльн, и Фортуна близко подобраться, у Фортуны еще игра в запасе, и также Ганза. Ну, Туров пока мало прошло, я считаю, и пока нет такого ярко выраженного, как бы, лидера. Вот даже посмотрим на Штутгарт, 25 очков, Бавария 21 очко, это не очень такой большой отрыв. Тем более, посмотрите, что у Баварии всего одно поражение. Как раз от Штутгарт. От Штутгарт. Плюс игра в запасе. Плюс игра в запасе, да, у Баварии. Ну, я так понимаю, сам. Я пока не вижу, как бы, особых таких лидеров, так что так же может любой клуб подняться, спуститься, непредсказуемо пока что. Не, я согласен с тобой в этом плане. Единственное, наверное, в плане класса, я ни в коем случае не хочу там обидеть или как-то принизить заслугу Униона, но вот по уровню игры у нас все-таки лидирующие такие сильные прям лидеры, это Штутгарт и Бавария. В первой игре Штутгарт был сильнее Баварии. Не могу сказать прям наглую, но счет 4-0 там был. Но у Баварии очень молодые игроки играют. Ну, я тебе хочу сказать и в Штутгарте молодые игроки. Ну, там, конечно, смесь, там есть такие опытные, маститые люди в команде. Но в основном там тоже делают игру молодые пацаны, которых Андрей подтягивает. Ну, а у Баварии, да, целиком состав из пацанов достаточно юных еще готов заявить о себе на полную не только в любительском, но, как я надеюсь, и в профессиональном футболе. Ну, тогда перейдем к анонсам. Да, давайте. Первый матч у нас на очереди стоит Штутгарт-Шальке. Команда с начала таблицы и с подвала таблицы. Ну, тут, как говорится... Я думаю, тут уверенные победы Штутгарта. Думаю, они спокойно смогут. Больше трех? Больше трех? Думаю, больше трех, да, тоже. Ну, давай, да, буду с вас брать прогнозы, хотя вы еще не очень, да, в целом знаете. Ну, по турнирной таблице сидеть можно. Да, можете по турнирной таблице что-то знать и уже интересно. Так быстрее вольетесь в ситуацию, все. Я уж тогда не буду. У нас сегодня два прогнозиста. Хватит, я думаю. Очень сложно искать интригу на эту игру, но шальки, я могу сказать, в этой игре от них никто ничего не ждет. Полная свобода действий. Во-первых, всегда приятно играть с очень сильным соперником. Ты сам учишься чему-то. Ну, и опять же повторюсь, от ребят ничего не ждут. Может, они и выстрелят, кто знает. Ну, удачи в любом случае шальке. Ну, конечно, удачи, да. Главное, без травм. Мы надеемся, шальке даст бой Штутгарту. Переходим дальше. Гройтерфюрт, Боруссия. Тут, наверное, я, да, буду прогнозистом? Да, да. Каким я могу быть прогнозистом? Потому что о команде Боруссия все-таки еще неизвестно. Даже, наверное, вы еще не можете сказать. Примерно представляете. Примерно представляете, да? Ну, что? Какие ожидания? Будем бороться. Гройтерфюрт, как бы, команда, вроде, не первый, да, сезон играет? Гройтерфюрт второй сезон играет, да. Ну, они, как бы, уже поопытнее будут и в лиге, и по игре. Будем бороться, все равно выходить. Надеемся, конечно, на победу. В этом ваш бонус. То, что соперник, опять же, о вас не знает. Вы такая темная лошадка сейчас в Германии будете. И соперник о вас ничего не знает. И если вы можете посмотреть там нарезки других игр Гройтерфюрт, спросить у кого-то, сами, может, видели, то они о вас, ну, практически ничего не знают или вообще ничего. Поэтому, поэтому, в этом ваш шанс, почему бы им не воспользоваться, да. Обойдемся без прогнозов, да, на этой игре. Я считаю, я не могу ничего сказать, а вы там на свою игру правильно давать тоже как-то, ну, неблагодарное дело. Дальше у нас на очереди Хофенхайм-Айнтрахт. Ну, давай, Егор. Я думаю, 2-2 закончится. 2-2, вот интересно. Если учесть, что вообще ничейный результат как бы не очень часто у нас случается, ну, такова специфика любительского футбола. Богдан, что можешь сказать? Я думаю, даже не знаю, что сказать, но Хофенхайм будет лидировать. Так-то я не могу говорить по игре, по турнирам таблицы. Давай я расскажу немножко. Хофенхайм-Айнтрахт, они встречались в прошлом году, они, ну, достаточно хорошо друг друга знают эти команды. Они играли во второй Бундеслиге, эти и другие. Хофенхайм закончил чуть повыше, насколько я помню. Сейчас он смотрится, ну, еще более так сильно. Айнтрахт в какой-то момент там получилось пропустил несколько выходных, так как, ну, у нас снимались соперники, и у Айнтрахта не было игр. Вот сейчас они только включаются, да, в борьбу. Ну, что я видел про Айнтрахт, я опять же напомнюсь, как и в предыдущих передачах, команда готова играть, показывать, навязывать свою игру с любым соперником. Как у них это получится, это другой вопрос. Но то, что тут не будет закрытого футбола, я уверен, и счет будет большой, много будет забитых мячей. Ну, давайте даже я попробую предположить, счет будет 6-4 в пользу Хофенхайма. Ну, видно даже то, что Хофенхайм забил 30 мячей за 8 матчей, а Айнтрахт немного поменьше. Ну, я думаю, Хофенхайм выиграет с большим счетом, ну, примерно так. Ну, немного это ты приукрасил, конечно. В смысле, насчет Хейнтрахта? Айнтрахт, 9 мячей забил. Ну, думаю, где-то счет будет 4-2-5-2 такой в пользу Хофенхайма. Егор, после моих слов не поменяешь прогноз? Нет, это 2-2-2-2. Оставляем 2-2. Тоже интрига. Можете потом зайти в приложение, кстати, там есть такой пункт, как прогнозы, и поставить свои прогнозы. У нас большой любитель капитан Штутгарта Андрей Грушин, прогнозы всяких. И, насколько я знаю, у него это достаточно успешно получается. Ну, а мы перейдем дальше к воскресным играм. Ганновер Кельн. Ну, тут что я могу сказать? Команда, пришедшая из 2-й Бундеслиги, встречается с главным нашим таким ветераном 1-й лиги. У Кельна в последнее время не клеится практически ничего. Это связано с приездом состава. И, насколько я знаю, в эти выходные, если у них приедет и хороший состав, то точно не идеальный, который мог бы быть. Ганновер, наоборот, в последнее время они соединились с командой из зимнего турнира Бохумом. И сейчас, ну, потихонечку растут. И, по крайней мере, организации у них уже хорошие. У них очень много человек приезжает на игры, и они, я вижу, там, разминаются с фишками, и все серьезно. Поэтому бой точно дадут. И я даже не могу назвать фаворита в этой игре. Хоть и таблица нам, наверное, показывает какие-то расклады. Я здесь не могу судить, кто фаворит, кто нет. Давай тогда, Богдан. Ну, я думаю, будет борьба. Это точно. Думаю, ничейный результат. Ну, тяжело так, конечно, судить. Ну, да. Просто название, есть таблица. А как бы ситуация может быть разной. Может, там состав приехать по уличке. Егор, давай свой новый, сенсационный конкурс. Конечно, мы будем болеть за Ганновер. То есть, наша команда. Но так, я думаю, Кёльн выиграет. В один-два мяча. Это вот уже говорит о том, что, ну, по словам Егора, что команда собирается бороться, как минимум, с лидирующими командами. А не опускаться на дно. И им важнее, конечно, победа Ганновера в игре с Кёльном. Хорошо. И тогда последняя игра. Фортуна, Бавария. Ну, я так скажу. Там команды, наверное, будут немножко недовольны. Потому что только что пришло расписание. Уже комментарии слышал. Команды хотели играть вечером. СОВ-8. А стадион нам выделил время до 6 вечера. Поэтому на самое позднее время их поставили. Насколько возможно, это 16-50. Возможно, в связи с этим будут какие-то неоптимальные составы. Но до этого, что у Баварии, что у Фортуны, прям таких проблем не было. Я думаю, на эту игру они соберутся. Это будет хорошая игра. Потому что и в той, и в другой команде есть яркие исполнители. В одной, там, Муса, Рома. В другой, ну, весь вот этот склажный коллектив. Там 3-4 человека, созидающие такое три. Они могут, ну, любой из них, могут сделать результат. Опять же, я ставлю здесь на достаточно открытый футбол с большим количеством мячей. Ну, и, наверное, перевес Баварии в 1-2 гола. Я думаю, Бавария забьет мяча 3-4. Поскольку поражение у Баварии всего лишь одно от Штутгарта. Только говорить, там матч был 4-0 и закончили. Да. Ну, и по твоим словам еще Бавария, это одна из лучших команд в лиге. Я думаю, они спокойно заберут 3 очка. Ну, то бишь, разницу такую примерно будет. Ну, 3-4 мяча, я думаю. 3-4 мяча разница. Егор? Ну, Фортуна дала бой Штутгарту в прошлом туре. Если они соберутся и сыграют такой же футбол, как со Штутгардом, то могут выиграть Бавария. Но посмотреть по таблице, то, конечно, Бавария посильнее будет. Но я думаю, в 1-2 мяча не больше. Бавария, это также мой прогноз. Да, 1-2 мяча, победа Баварии. Правильно ты напомнил? Фортуна уже дала бой Штутгарту. Почему бы не стать такой грозой лидеров и начать у них отнимать очки и этим придать интригу чемпионата? Ну, что я могу в завершение сказать? Удачи Баруси в нашем чемпионате. Я надеюсь, что все мы их хорошо встретим. И первая игра уже покажет, что из себя представляет команда. Ну, а пока мы прощаемся. До следующей недели. С вами был Егор, Богдан и Александр. Всего доброго, до свидания. До свидания.